Создадим папку terrain и сюда мы с Вами поместим текстуры, которые в итоге создались. Откроем папку terrain и в данном случае нам нужно поместить сюда файл tchm предбанник. Сам файл текстура DDS она Вам не нужна, так движок считывает эту текстуру с папки level terrain. Там находится данная текстура, он ее смеет считывать. Но это если была сделана локация на максимальном качестве, если же она сделана на драфте, то Вам придется отсюда еще добавить текстуру при бане DDS. Еще одно что нам нужно это текстура маски. Давайте мы сами сейчас попробуем создать текстуру маски. Откроем нашу текстуру, на которой у нас визуализация была в переходе на коррекцию уровней и отпускаем средний перегонок в самый низ. Нажимаем клавишу ok и сохраняем ее в папку import. Но имя нужно задать в наши текстуры. Так как мы у нас делали эту текстуру на текстуру предбанника, нам нужно дать текстуру предбанника. имя, имя текстуры предбанника. Сохранить. И так все у нас готово. На тихо находятся папки у нас import. Давайте посмотрим, что у нас есть с этой текстурой. Можно делать какие-то небольшие правки. Самая важная правка является альфа-канал, который нужно сделать. Переходим на альфа-канал и делаем control и инвертируем изображение. И так масло у нас готово. С охранями также сюда же в эту же папку import. Это у нас готово. Теперь достаточно запустить нам любой редактор, хоть actor editor. Сделать имидж, чекну текстуры и добавляем ей time.dtx5 box. Mipmap снимаем. Мипмапы не нужны. Нажимаем клешу ОК. Все, текстура у нас создалась, а маска. Открываем опять геймдату. Textures. Terrain. Турбаник маска. Вставляем ее сюда. И так у нас все готово. Можно пробовать тестировать нашу локацию. Обратите внимание, что я даже сюда не добавил конфиги, в которых идет регистрация локации. Так как это работает и без этих конфигов. Локация уже запускается. Не обязательно добавление конфига. Но это же в дальнейшем, когда вы будете создавать смарты, сквадры, расселять локацию, делать какие-то другие манипуляции, работа со спаун объектами и всем остальным. Конечно же придется потом в дальнейшем добавить вот эту текстуру. Текстуру конфиги. Давайте с вами посмотрим, что у нас получилось. Вот у нас получился плавный переход асфальта к траве. Давайте немножко полетаем по локации. Посмотрим, как у нас создались другие шейдеры. Наложились на нашу поверхность. В данном случае у нас вот она текстура. Щербня, гравия, грунта наложили. Видите, плавное слияние. Нет швов и так далее. Посмотрим с асфальтом. Также плавный переход, как мы видим. И текстура, и асфальт. Теперь давайте посмотрим на нашу воду. Так же, которую мы с вами создавали изначально. Вот она у нас здесь находится. Вот и наша вода. Как мы видим, здесь также текстура. Наложенная песка. Плавным переходом траву. Вот. То, что мы хотели с вами в этих уроках достигли. Вот. Так же мы видим вот домик, который мы с вами ставили. Обратите внимание, что нет ни щелей, ни зазоров, ничего остального. Как бы вполне рабочая локация, по которой можно побегать. Вот. Посмотреть. И, как мы помним, здесь мы ставили с вами объект фейка. Который также не даст нам пройти за эту территорию. Вот мы в нее уперлись. Человек не дойдет выйти и дает ограничение для прохода. Для дальнейшего прохода. Я думаю, что цель наших занятий с вами достигнута. Выполнили основные принципы создания, добавления. То, что нужно. И, в принципе, все остальные уроки есть. По которым можно дальше продолжить. Более расширенно изучить. Вот. На этом, пока, наверное, все. Спасибо. С вами был я, Андрей Непрячин. Спасибо. 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 Спасибо.